Девушки отдыхают По величине и крутости эти парни короли хакинга. Этим видео русские парни навсегда изменили наш взгляд на машины. Как они это делают? Сочетая автотехнологии и интернет, получаем машину без водителя. Это, наверное, будущее. Можно не просто выйти из ресторана и заставить машину подъехать прямо к двери. Можно поспать после ужина на заднем сиденье. Наши ученые были так изумлены видом машины без водителя, что мы поехали в Тулу, чтобы повидать изобретателей Сергея и Евгения и их самоходную машину. На самом деле у нас вся команда Виртурио – это команда единомышленников. Мы уже несколько лет вместе осуществляем нашу мечту. Наша мечта – это коротко управлять чем угодно, откуда угодно. Это удаленное управление разными объектами с видеонаблюдением происходящего. Управление машиной реализовано по довольно несложному принципу. У человека-оператора есть планшет iPad, есть специальное приложение, на котором нарисованы руль, педали. С планшета команда управления уходит на установленный в машине контроллер. Приложение? Как оно проделывает такую работу? В машине оно просто передает данные на клапанные рычаги, чтобы управлять акселератором и тормозами или мотором для поворота рулевого колеса. Тем временем данные с камеры в машине идут на планшет, и мы видим, что делает машина. Значит, есть предел дальности такого управления машиной. Машина управляется по локальному Wi-Fi сигналу, и это блестяще. Но у Wi-Fi ограниченная дальность, метров 50-60, и чтобы ее увеличить, надо перейти на мобильную 3G-сеть. Но есть опасность, что сеть рухнет, и вы потеряете контакт с машиной. Последнее, что ты хочешь увидеть, удаленно управляя машиной, это соединение потеряно на экране. Но они встроили некую систему безопасности. Если машина потеряет связь с планшетом, автоматически включаются тормоза. Несмотря на некоторые проблемы, наши эксперты углядели в этом проблеск будущего. Развитие технологий в этом направлении приведет к результатам, которых невозможно предвидеть. Поэтому я люблю, когда люди вот так исследуют новые пути, потому что это рождает новые и новые идеи. И так идет прогресс. Мы просто искренне верим, что будущее за такими вещами. Сейчас пришло это время, есть быстрый интернет, технологии дешевеют. Если приложить к этому умелые руки, то все получится. Эти преобразователи использовали свой инженерный гений, чтобы зайти туда, куда не ступала нога человека, соединив интернет-технологию со скромным автомобилем. Это номер один. Они закладывают фундамент технологии будущего. Хакинг — это прорыв в одну систему и интеграция ее с другой системой. В этом случае они взяли машину и интегрировали ее с планшетом, выведя машину в сеть. Евгений, Сергей и команда, вы номер один в Хакинге. Спасибо, что дали нашему видео первое место. Спасибо. И пока они делают финальный круг, мы скажем до свидания, товарищи. До следующего выпуска нашей передачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Али Торзок